привет дорогие друзья сегодня у нас будет еще один кусочек работы над портретом и мы поговорим подробнее о шерсти о многослойности как ее делать с помощью карандашей потому что мелкие я использую в основном когда работаю с фоном карандашики они идут уже для прорисовки шерсти если поверхность большая например до портрет 50 на 70 то конечно я делаю основную подготовку с помощью мелков да там различных мелочков мелкие вам показывала мы с вами разбирали то чем я рисую я прикреплю ссылочку на это видео где-нибудь здесь и это происходит как мы могу немножко вам показать у меня кстати есть вот такой супер дешевый базовый набор вист артиста из них из этих цветов я использую коричневый и вот такой бежевый на и белый тоже бывало да потому что он хорошего такого теплого оттенка коричневый и он часто очень очень подходит вот на примере нашего кота сами я вам покажу это формат у меня 25 на 35 поэтому он относительно небольшой да сейчас чуть хочу выровнять вот так вот камеру так то есть например да вот здесь я уже примерно сделала разметку скажем идет тут у нас такая теплая полосочка я ее могу легко обозначить мелкие работают именно для более быстрого заполнения крупных форм таких как вот больших полосок на шерсти если такой необходимости нет то соответственно вы просто все это делаете карандашами и растушевочной палочкой здесь она тоже небольшая потому что маленький размер я вот так вот растушевываю свет видите он довольно теплый и можно сказать да что как-то не особо он сюда подходит но там есть теплое свечение в шерсти и я заранее его подготавливаю знаю что потом буду использовать более холодные цвета в том числе разные коричневый белый черный они будут давать такую серость можно так сказать и поэтому вот это вот теплая где-то подложка она будет хорошо выглядеть так ну давайте сделаем небольшой кусочек левая часть уже сделана у меня я сейчас перейду на правую как я обычно поступаю сначала я работаю с более темными оттенками даже так сначала я темным карандашом прохожусь практически везде светлые оттенки я тоже заполняют и светлые участки например вот такие потому что там тоже есть темные волоски которые там просвечивают давайте капельку сейчас я нам делаю покрупнее вот так таким образом так и то есть первый слой это идет такая разметка не обязательно много цветов сразу наносите лучше выбрать определенный кусок например да вот вот этот скажем да вот этот кусочек выбираем я тут лапа уже правда начала потом подумала будет логичнее вот этот кусок сделать и вам заодно это все дело показать я вот определяю граница моего кусочка как они идут здесь у нас будет потом там кусочек спины виден и вот так вот штрихую обращая внимание на то где идут темные оттенки тут по сути пригодится любой карандаш я имею ввиду по брендам да и вот в этом коте даже в последнем сейчас который делаю в чем я убедилась во первых насчет карандашей а нет не видны они у меня уже здесь вот таких насчет карандашей брензил мы разбирали тоже их с вами вот такой мне наборчик есть говорили про плюсы сейчас пока я буду заполнять таким же мягким в принципе как брензил карандашом стабила так здесь на нем ничего не видно давайте возьмем вот такое где что-то видно вот такой вот карандашик стабила да здесь на желтом лучше виден текст название на коричневым все уже так подстерлась у них видите такое серое окончание и часто она меня смущала когда я искала нужные карандаши сейчас вроде привыкла в общем как и стабила так и брензил они очень мягкие такие прям вот нежные нежные очень оставляют такое мягкое нанесение линия более толстенькая да то есть мягкий значит что он такой как прям угольный сыпучий и дает линию скорее не четкую а более толстую более плавно мягенькую такое когда нужны детали какие-то на конечных слоях прорисовки то это не очень а в данном случае очень хорошо особенно для перемешивания я попробовала вчера кстати новый способ для создания щечки кошачий потому что вот это для меня самое сложное вот эти вот точечки откуда растут усы это прям какое-то такое сложное действие и ну вот наверное вот эти части с одну для всех да не только для меня вообще потому что тут нужно просчитать сколько этих полосочек идет чтобы они были объемные то же время там если идут разные оттенки как здесь где-то светлый где-то темный все это намного сложнее получается ну и в общем карандаши ставил они позволяют вот так вот перемешивать все это вместе перемешивать цвета без каких-то растушевок потому что растушевки иногда они слишком сглаживают а если нам нужно оставить фактуру такую как вот здесь когда код такого окраса интересного да то есть по сути вот какие волоски да вообще у таких кошек то есть там идет черный волос потом рыжий и белый вот по сути все и в разных сочетаниях они дают разные оттенки то есть где-то коричневый например где больше рыжего черного чуть-чуть светлого здесь более бежевый где больше белого и чуть-чуть рыжего и где-то там капельку черного и так далее так и вот таким образом я заполняю светлые полосочки тоже просто оставляю светлый оттенок то есть показываю что там есть темные волоски так вот доходим на правого краешка теперь пойдем вниз прям вот так этот кусочек заполним а так вот я говорила про минусы бронзила плохо затачиваются карандаши очень тяжело идет вот эта древесина не понравилась мне древесина плохо она точится особенно если у вас обычный резак вообще этот относительно новый да то есть еще более менее острый затачивается только моим вот этим супер резаком которые я на джексонсе взяла такой тяжеленький он правда классный он много чего хорошо режет не буду даться в подробности но там деревянные такие штучки я резала очень жесткие в общем и ну не карандаши там другие вещи тоже и хорошо он прям работает у лизы правда к вытаскиваются у него мало это неудобно но он острый он может их заточить обычный резак очень плохо их точит про точилки конечно я вообще не говорю да потому что пастельные карандаши они там ломаются просто моментально во всех точилках так что можете даже об этом особо не думать либо ну вот несколько первых раз будет хорошее затачивание в точилке механической у меня есть такая но в дальнейшем в итоге все эти механические точилки не работают работают с цветными карандашами хорошо конечно с пастельными нет потому что другая структура очень мягкая внутри содержимое то есть внутри пастель просто такой вот слой идет который держит между самим пигментом и деревянной основы такая как пленочка вот эта пленочка кстати очень заметно у карандаш который вот вот такие карандаш так найду ли более большой вариант вот вот у него прям даже здесь вот вот здесь сейчас я вам крупнее покажу вот здесь вы можете обратить внимание что идет вот такая вот пленка которая хорошо держит сам грифель и сама древесина другая то есть затачивание происходит намного проще и там любым резаком вот они затачиваются очень хорошо хотя конечно бывают у них тоже моменты когда там они ломаются но это не так часто особенно если их не ронять постоянно так коричневую основу мы сделали давайте теперь мы затемним самые плотные участки очень кстати такой очень мне понравился неплохой черный угольный карандаш открыта color очень мягкий такой конечно сыпучий дам то есть его хорошо чем-то потом покрыть еще другим каким-то черным но вот эти вот первые видите штришки он оставляет прям такие плотные черные черные очень очень неплохо из-за того что мягенький он будет конечно лучше растушевываться чуть хуже держаться на бумаге но если вы знаете что это один из первых слоев и потом вы на этот черный карандаш будете добавлять другие слои то это то что нужно поэтому сейчас мы пройдем по затемнениям где-то он выглядит даже слишком темно до слишком четко можно так сказать поэтому мы будем его мешать еще с другими карандашами они кстати нормально затачиваются получше но вот у бронзила какая-то прям очень она мягенькая это древесина поэтому нужно обзавестись хорошим резаком несмотря на то что я посмотрела вроде мне не так понравились так это фабор у нас черный и бронзил черный хочу найти него тоже уже затачивала все так вроде бы здорово и черный такой он конечно мягенький но вот для цели которые сейчас у нас для шерсти нормально посмотрела что там у него есть еще другие оттенки думала может быть докупить какие-то карандашики дополнительные да особенно в нормальных зеленых оттенках либо может быть какие-то там синенькие сложные посмотреть в общем но после этого затачивания прям не знаю честно говоря потому что это тоже важно согласитесь во первых если плохо затачивается часто ломаются то вы можете потерять то максимум половину или треть карандаша просто в никуда и какой смысл тогда да вот а те же фаборы которые пожестче они хорошо всегда сосредоточиться может быть и из-за этого тоже и нужно будет не нужно будет опять мне возможно расширить коллекцию вот этих карандаш сколько же они сейчас стоит уже прям супер много я посмотрю прикреплю вам цену они так подорожали раньше были 200 с копейками сейчас наверное в районе 300 может быть вот точно не скажу но помню что как-то это огорчило меня представляете как все это дорожает вот это тоже цвет вообще мой любимый прекрасный он подходит тоже для шерсти но сейчас у меня просто цвет бумаги скажем так очень похож на него да и пока я черным буду уплотнять самые темные полоски по направлению да все также по направлению роста шерсть я делаю то здесь вот так они идут здесь поворачивают немножечко наверх где-то волоски выходят в сторону плюс у всех у них я чуть-чуть меняю направление чтобы она выглядела такой пушистый так вот что что я хотела вам сказать по поводу бумаги видите какой у меня интересный цвет да у постельмата нет такого оттенка ну прям такого то есть похоже там у них был какой-то я взяла цвет который такой яркий но относительно ярко-оранжевый давайте сейчас даже вам покажу вот такая у меня склеечка пастельмат я взяла оттенок 1 сиену сейчас вам открою покажу ее вот видите какая она яркая да по сравнению сейчас по сравнению с моим цветом который получился вот вот так то есть видите разница вот этот и вот этот что произошло да мне не хотелось на очень ярком рисовать поэтому я решила немножечко его пригасить и расскажу как я это сделала берем снова мой черный продолжим штриховать и расскажу про тонировку которую в принципе мы уже с вами делали да особенно те кто смотрел видео с артишоком кто его рисовал что я что не сотворила да то есть если приглядеться сейчас наверное на камере не видно но видно в живую есть такие вот по крупице пигмента краски которые находятся на бумаге я смешала синий фиолетовый белый оттенок и это было а акрилом я покрывала в этот раз до тонким слоем акрила то есть много много воды и немножечко акрила я покрыла лист бумаги и он стал у меня более нейтральным по оттенку потому что для окошки то вроде бы было бы неплохо но для фона мне он был слишком ярковат слишком много потом перекрывать уже холодными оттенками нужно было бы фон и поэтому я сделала таким образом такой на самом деле довольно но не довольно часто часто бывает что скажем есть вроде нужного оттенка относительно нужного бумага но хочется немножечко себе упростить жизнь потому что цвет бумаги он имеет тоже большое значение потому что он упрощает нам работу хорошо когда цвет бумаги вас попадает в в основные цвета вашей картины например как здесь где-то просвечивает он и он мне помогает я просто делаю цвет более холодный то есть сейчас такой вот розоватый здесь оттенок и я буду уводить его более такой желтый зеленого то серый перемешивать с цветом бумажки будет то что нужно давайте посмотрим нужны ли нам еще темные можно чуть-чуть добавить я добавляю периодически еще вот такой вот оранжевый для теплоты то есть чтобы эта теплота где-то просвечивала и потом уже иду по более холодным оттенком более светлым плюс немножечко с его помощью я сглаживаю слои чтобы они вот так вот мягко переходили друг в друга вообще один из самых таких благодарных можно сказать с расцветок цветов шерсти мне нравится это вот глаз мы помните с вами рисовали я показывала кошечки зелеными глазами то было лилу девочка это сами мальчик они по моему не не родственники но это заказ от одной от одной женщины там еще возможно у нее будут собаки но не знаю в этот раз не в этот раз буду делать потому что прям вот как-то сейчас постоянный поток работы последнее время поэтому вам тоже вот часть процесса шерсти показываю но прошел часто спрашиваете поэтому я думаю это неплохой вариант сейчас со светлым карандашом это у меня карандаш такой кремовый по оттеночку но здесь он выглядит как кремовый на самом деле он больше такой розоватый все таки но не кремовый не розовый сильно не заметен да как вы видите то есть он просто дает такое нейтральное осветление и с его помощью я добавляю дополнительные светлые волоски которые нужны чтобы все это становилось объемнее тут такая запутана немножко история плюс еще часть перекрывается усами и здесь нам нужно так вот в общих чертах все это сделать со светлом тоже история вы можете на темные полоски тоже со светлым цветом заходить просто регулировать количество наносите на светлые участки соответственно светлых волосков больше она темные меньше но они все равно там должны быть да то есть вот эти вот оттенки волосков они везде присутствуют просто меняется количество и прям вот мне очень нравится этот цвет цвет шерсти я имею ввиду но и карандаши да вот что можно сказать про карандаш швейцарские карандашики помимо того что очень дорого это первое их покупать кстати не знаю до сих пор мне кто-то говорил есть они уже в россии или нет то есть закупает ли кто-то не знаю но трудно они доступны но очень хороши и очень-очень многие художники анималисты их используют я их часто вижу потому что для вот тоненьких завершающих каких-то деталей прорисовок они лучше всего то есть я не заточенным толстым карандашом могу рисовать тонкие детали прям такой карандаш для ленивых можно сказать и вниз тоже переходим посмотрите как перемешивается визуально до оранжевый вот этот оттеночек бумаги наш и светло светло бежевый вот этот карандашик теплое свечение вот такое оранжевенькое но все равно где-то здесь остается еще из из минусов из небольших у вот этих карандашиков у них бывает что такие вкрапления попадаются вы ведете ведете ваши штрихи и где-то прям упирается карандаш и чуть-чуть начинает царапать поверхность как такие маленькие маленькие какие-то камушки там но это просто частички пигмента потому что его растирают да перемалывают потом прессуют образуется вот эта форма грифеля и видимо какие-то скопления там не полностью размешались и поэтому они вот там появляются но это ничего страшного то есть этот как бы комочек вот этот вот момент там внутри прошел и все и рисуйте прекрасно дальше тут я чуть-чуть осветлю участок подбородка и и важно что еще да важно вот эти полоски слои и детали друг с другом чтобы они нормально объединялись вот например да подбородок то есть чтобы стык подбородка и участка шерсти которые уже там на шее чтобы они смотрелись логично друг с другом поэтому края границы очень-очень важны иначе это будет выглядеть не так естественно что касается осветления с помощью вот этих вот карандашей карандаш очень также хорош оттеночек вот такой который у меня он 802 вот этот он вот этот френч грей а вот это у нас нет это не френч грей это другой в общем берут темно-темно-серый оттенок и разбавляют его в разной степени да поэтому вы можете обращать внимание что где-то есть пометочка 50 то есть есть какой-то серый оттенок темный скажем ну любой с вами возьмем да представим что это темно-серый от него наполовину его разбавляют пишут 50 процентов то есть оттеночек тот то есть это идет тоже дак флэш но 50 процентов от темного а вот этот например только 10 процентов и получается что вы берете карандашики они все одного как бы цвета да но разного тона то есть где-то тон темнее где-то светлее и очень гармоничные сочетания получаются вот этот вот в общем серенький очень очень хороший мне нравится все что связано с френч грей потому что это это теплый оттенок серого а тепло серый он очень подходит для работы с животными много-много таких оттенков обычно бывает ну если конечно там не рыжий кот хотя в рыжих котах тоже так давайте смотреть полоски чтобы мы не запутались и заодно немножечко их по форме можно отредактировать здесь у нас большой темный участок сейчас он стал немножко меньше его можно чуть чуть увеличить за счет за счет лучше коричневого потому что черный будет слишком темный то есть достаточно добавить несколько волосков и кусок становится уже вот таким вот правдоподобным также я могу чуть чуть причесать участочек еще головы где идет светлая шерсть там слегка прорежаю и получается вот сколько можно посчитать мы слоев с вами уже сделали но в принципе это не так много да то есть у нас был темный цвет потом мы добавили ну и так более менее проработали потом чуть рыжего я добавила потом добавила светлый сейчас мы сделаем то же самое еще разочек то есть прохожусь темным на те участки где как мне кажется я слишком да осветлила вот так и чтобы границы у полосок выглядели более естественно чтобы не было никаких там ровных прямых участков потому что все должно быть очень естественно плюс какие-то волоски можно уже сейчас вывести вот так на поверхность фона фон кстати я сейчас делаю как и было честно говоря задумано все это очень здорово сложилось с набором вот таким вот таким наборчиком его мы с вами тоже разбирали очень красивые такие замечательные для фона цвета особенно светлые мне прям очень они подходят конечно я добавляю какие-то теплые желтенькие из моих прежних наборов но ведут себя очень и очень здорово особенно по той цене которая она была со скидкой вообще приятно не помню уже сколько было но там типа может быть тысячи две не больше стоил набор а на самом деле там больше стоил без скидки я потом проверяла потому что бывает иногда да ставят скидки пишут что там сто пятьсот процентов а потом цена остается та же самая но здесь правда она была и на брензил вот эти карандаши тоже правда была скидка так что получается выгодно смотрю на вот этот участок посередине не хватает немножко там тепла добавляю капельку рыжего сюда и сделаем сейчас такой хитрый ход найдем наш самый-самый яркий белый карандаш вот такой вот угольный карандашик от дженералс у меня он есть в чистом виде видите чтобы показывать красиво вот становится он таким то есть дерево ничем не покрыто хороший американский карандашик угольный прям вот самый-самый самый-самый белый самый потому что яркий то есть много-много слоев у меня уже здесь да видите и я добавляю его он оставляет четкую яркую линию что очень приятно когда работаешь многослойной техники сейчас будем добавлять с вами самые такие финишные штришочки для осветления а потом если я посмотрю что цвет слишком белый слишком такой холодный в общей массе да у этого кусочка то я добавлю туда такую лисеровочку наверх с другим цветом карандаша давайте даже вот на этом кусочке я сейчас покажу я сделаю волоски которые идут по форме вот так вот закругляются здесь шерсть очень такая она интересная прям торчит торчит в сторону мы это сделаем то есть ведут такие дуги можно сказать и штришочков здесь какие-то парочку длинных добавим соединяем опять же правый и левый кусочек вот так видите уже больше объема получается кажется как будто прям все такое пушистое пушистое по сути здесь где-то три слоя штришочков у нас и по ходу проверяю участки где есть какие-то пустоты либо которые кажутся как-то недоделанными так и на край чуть-чуть выходим то есть сейчас везде пройдемся вот таким образом на темную полосочку тоже могу чуть-чуть зайти хороший такой котик да прям такой милый вот это его милая фотка на остальных он более грустный и у него видите ушко одно повреждено то есть это не то что я криво нарисовала так и было но хозяйка сказала она его нашла с таким ухом не знает что у него было там до этого какие дела ну вот сюда чуть-чуть перейдем так и вот здесь идет граница более светлая ее тоже делаю конечно этот карандаш все-таки ну вот для меня да как я его используем более финишный такой то есть он для завершающих завершающих штришочков можно им конечно не в полную силу работать где-то по краям тут но тут все-таки лучше чем-то смягчать вот например как светлыми тем же фабором он такой бежевый и он он конечно не супер сглаживающий но намного мягче чем предыдущий дженералс либо вот такой вот стабило стабило очень-очень они мягенькие и для каких-то боковиночек то есть для тех участков где не должно быть много контраста и какой-то конкретики то он хорошо используется видите он так прям могу вам даже давайте с этой стороны еще покажу он вот так вот смягчает смягчает все границы а это очень важно чтобы показать глубину самое такое активное у нас объемное контрастное это посерединке а по краям уже так мягко-мягко все уходит фон и да еще дополнительный объем создается как говорится для объема все средства хороши вот так и здесь так давайте посмотрим пошире надо вот эту полосочку сделать вообще кстати большую часть работы я коричневым работал с другим карандашом вот с вот этим с таким карандаш потому что у него хоть он более такой тверденький ну для лица это кстати нормально там было у него цвет очень хороший прям такой глубокий темно-темно шоколадный не очень в теплый не очень в холодный оттеночек это получается 408 у меня где-то был его какой-то друг очень близкий по-моему в более такой шоколадный но по-моему он по-моему он утерян где-то в общем его и не нашла вытаскивала вчера все карандаши и не видела его где-то он пропал ну найдем так ну вот еще несколько затемнений и я хотела сказать про перекрытия в этой области давайте покажу вам как это можно сделать вы берете карандаш то есть если здесь слишком белое нам хочется теплее мы берем цвет который сможет сделать этот участок более ярким например такой желтый либо даже я пользовалась вот такими бронзил как оказалось не такие там эти желтые безумные вот эти да и они правда разные то есть это прям такая приятная охра вот этот этот более желтый теплый и мы с вами что делаем очень легко добавляем на белый легкий слой вот этого желтого по сути мы не меняем светлоту то есть цвет белый все равно светлым остается но добавляется теплый оттенок для чего это нужно скажем если вам нужен цвет светлый четкая линия как такая которую дает у нас Generals но нужен теплый оттенок и вы делаете именно так то есть можно сделать даже подложечку какую-то более теплую вот такую вот такую подложечку сделали а наверх добавляете вот этот яркий белый и визуально нам кажется что цвет он да именно вот такой вот теплый красивый поэтому вариантов очень очень много сейчас вот по краям еще чуть-чуть пройдемся и обязательно добавляем волоски более яркие и в темную полоску чтобы казалось что шерсть она у нас везде идет объемная а не только вот на каком-то одном участке так давайте парочку затемнений вот здесь по бокам вот так ну что видите небольшой кусочек мы с вами вместе сделали буду доделывать дальше кота если вам было интересно было полезно то обязательно поддержите это видео поставьте лайк оставьте комментарий поделитесь этим видео с друзьями если они тоже кошатники и тоже рисуют пастелью ну а конечную работу итоговую с этим котом вы можете видеть у меня в инстаграме тоже переходите по ссылке я думаю на момент публикации видео этого все будет уже готово вы увидите полностью кота со всеми лапками вот такой урок сегодня у нас получился поэтому друзья я с вами прощаюсь до следующего видео и еще увидимся пока пока пока